Привет из прошлого. Сегодня я услышал, как дятел кормит своих птенцов. По звуку это как крик дятла, а потом отзывается множество-множество таких же голосов. Я решил пойти и найти это гнездо и заснять. У меня фотик. Пойду попробую найти, где он вообще находится. Я думаю, это будет просто. Вот тут вот есть сухое дерево. Опа. Опа. Блин, ну есть еще один вариант, конечно, что на самом деле птенцы уже встали на крыло и за ним просто летают. Но мне кажется, что нет. Вот откуда-то оттуда он вылетел. Сейчас пойду осматривать эту осину. Я, кажется, нашел, где это. Вон там осина. И вот туда он прилетает. Сейчас подойду поближе. Может, он, конечно, просто ее облюбовал, но нет. Верси-то оно. Иду туда. Вот эта осина. И вот там, наверху-наверху, должен быть дятел. Похоже, все-таки, дятел. Либо они просто друг за другом летают, либо все-таки это уже слетки, которые преследуют родителей, а родители их кормят. В общем, получилось у меня сделать несколько фотографий. Блин, ненавижу, когда ходит товарняк, потому что вообще ничего не слышно. Никаких звуков. Только тут. И так неприятно себя чувствуешь. Потерянно немного. А дятлы, они, блин, друг за другом летают. Два дятла. Может, это и у них брачные игры только. Сейчас же конец мая. Надо будет почитать. Ребята, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Вот. Я, короче, хотел повалить вот это сухое дерево. Вот. Забрался. Вот так вот стою. Сейчас максимально неудобно меня шатает тут. Вот. И я смотрю. Вот там есть дерево. А в нем запрятаны шишки. И увидел дупло. И когда я стал фотографировать это дупло, прилетел дятел. И из дупла показалась голова. И такое впечатление. Я сначала думал, что это детеныш дятла. Но, судя по всему, это детеныш совы. Это просто офигенно. Мне нужно найти какую-то серьезную точку опоры, чтобы нормально снимать. У меня рука дрожит. Вон он прячется. Да, это сова. Я нашел его. Смотрите. Это маленький детленыш. Охренеть. Охренеть. Прилетел папа-дятел. Подожди, ну тут же дятел. Ну да. Сразу. Я просто и так неудобно. Ну давай. Подожди, это не сова случайно вообще? Вон прикол будет. Вообще, глаза огромные. Может быть, это сова реально? Убалдеть. Значит, вот стою неустойчиво я. Вот это сухое дерево. Вот дерево с шишками. А вот дерево с дуплом. Не поди, белка бегает еще. Я-то думал, что такое. Ну просто сегодня меня решили наградить за все старания. Сейчас буду фоткать. И белочку, и сов, и дятла. Просто обалденно. Как же я в такие моменты жалею, что у меня нету телевика. Сейчас бы я просто взял бы штатив, пришел сюда, поставил телевик, направил. И сделал бы крупный, отличного качества снимок. Ждал бы, сколько понадобится. Для меня это не проблема. Вообще я повернут на этом немного. Не, в следующей покупке обязательно должен быть телевик. Без этого, мне кажется, выезд на природу просто невозможен. Это же такой кайф заснять на видео. Такие редкие кадры, мне кажется, это все. Где-то точно мамка посвистывает, но не прилетает. Вот это гнездо. А вот там в небе летают хищные птицы. По-моему, этот ястреб летал. У меня была мысль, конечно, что, может быть, это такие стригинные гнездо, но я же не дурак, я знаю, что ястребы живут в гнездах. Но было прикольно, как он тут пролетал. Хотите прикол? Я думаю, дай-ка посмотрю фотографии, разгляжу поближе, что это за сова, может быть, вообще интересно. А потом смотрю, там такие ушки миленькие, усы вот такие длинные. Носик такой. И я понимаю, что это не сова. Сначала рисую, что мышь. Но судя по тому, что живет в дупле, это куница. Это, ребята, была куница. Поэтому она и вылезла поглядеть, когда дятел прилетел поближе. Странно, что здесь белка бегает, не знает о том, что здесь куница живет. Но это, конечно, прикол. Блин, это куница. А я думал, что это сова. Я думаю, интересно, один совенок, снизу никакого помета нет. Как все чистенько. Но тоже круто. Куница. Ну и что могу сказать? Шел за дятлами, а пришел в дуплу, где живет куница. Это очень здорово. Мне очень нравится, на самом деле, что здесь у нас живут такие интересные виды, как животных, так и птиц. Например, у нас ежегодно селятся вороны на линии высоковольтных передач. Это означает, что здесь у нас чистая экология. Несмотря на то, что на поле строится Леруа Мерлен, там построен завод, правда, не производственный, который работает уже с готовой продукцией. Но то, что здесь такие животные, означает, что здесь очень хорошая экология, очень чистый воздух. И вообще все такое прям крепкий ты здесь становишься, сильный. И вот любое дерево тебе просто по плечу. Ладно, шутки в сторону. Все, я отправляюсь домой. Это было очень интересно. Теперь знаю, где тут домик у куницы. О, ты ж, е-мое, просто так не пройти. Вот, вам, надеюсь, понравилось. Ставьте лайки, если вам нравится подобного плана видео. Подписывайтесь на канал. Жду ваших комментариев. Надеюсь, вы поржали вместе со мной, как я куницу принял, блин, за совенка. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Короче, ребят, дело такое. Я пришел домой, открыл фотографию на компьютере, увеличил, и понял, что это нифига не куница. Я стал искать, кто это может быть по этим большим глазам, по маленьким ушкам, по большим усам. И это оказалась белка-летяга. Представляете? Белка-летяга. Никакая не куница, никакая не совенок, естественно, не дятел. Это удивительно. Их не так много. Мне удалось заснять ее. Они ведут ночной образ жизни, питаются молодыми победами хвои, там осины, почки. И ночью вылезают на пропитание. Интересно будет, может быть, в сумерках туда прийти. Но, блин, у меня на камере светосила не хватит, чтобы ее зафиксировать. Вообще, это очень здорово. И кто досмотрел до этого момента, молодец. Мы с вами узнали на самом деле правду. Кто это был? И это круто. Еще раз всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok